В детских садах Череповца не хватает 56 воспитателей и 250 других работников. Цифры на первый взгляд кажутся устрашающими, если бы не одно «но». Если вспомнить 2012 год, у нас было 600 вакансий, в частности, 222 вакансии только по должности воспитателей. На сегодняшний день у нас 56 вакансий воспитателей. Если поделить на все учреждения, это меньше, чем одна. Я не говорю, что это хорошо. Конечно, это проблема. Отчеты ситуации в детских садах вызвал у депутатов целый шквал вопросов. Народных избранников в зале было всего 17, но они выстроились в очередь, чтобы прояснить непонятные моменты. Многие показатели, такие, например, как количество неустроенных в садике детей, а это 3,5 тысячи, вызывают недоумение. Но на каждый вопрос у главы управления образования был четкий ответ. На период 30 сентября все дети, которым исполнилось на данную дату 3 года, они все обеспечены направлениями или путевками дошкольно-образовательного учреждения. Но единственное, как мы делаем всегда оговорку, не всегда по месту жительства. Не обеспечены местами чуть более 3 тысяч, но эта цифра здесь представлена без свода садов реконструированных и нового детского сада. На конец года она изменится. С начала этого учебного года медсестры садиков и школ теперь не относятся к сфере образования. Некоторые родители испугались, что дети останутся без квалифицированной первой медицинской помощи. Но, по сути, говорят специалисты, реформа заключается в переезде трудовых книжек и более строгом контроле за квалификацией сотрудников. Сделано, мне кажется, все правильно, как главный раньше медицинское учреждение. Могут со мной спорить, а переходные этапы пройдем и вместе с управлением образования добьемся того, что в первую очередь будут не пострадать дети, которые будут садик ходить, и родители потихоньку поймут, что на самом деле это и благо. Зарплаты воспитателей в детсадах невысокие, даже после повышений. Депутаты нашли посильную для городского бюджета форму поддержки. Компенсацию за аренду квартиры для работников, не имеющих своего жилья. В начале года парламентарии одобрили выделение 6 миллионов рублей. Мера оказалась настолько эффективной, что воспользоваться льготами на сегодня желают больше 70 человек. На заседании рассматривали возможность выделения двух дополнительных миллионов. У депутатов возник вопрос, идет ли речь о расширении списка возможных участников. Формулировка не имеющих жилых помещений на праве собственности, в том числе долевого совместно на территории города Череповца и не имеющих регистрацию про место жительства на территории города Череповца. Это было ранее? Было. Было. По итогам заседания дополнительные деньги выделили. Причем ограничений в постановлении Думы нет. Все нуждающиеся в такой поддержке ее получат. 1729 детей.